У меня нет хрустальных туфелек и пушного платья. Крестная фея не превратила тыкву в карету, крысу в кучу. Но как опасно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Каждая девочка еще с детского сада мечтает попасть на бал. Минуэт, полонез, вальс и все кружатся в такт музыки. Раз, два, три и ты уже не просто девочка, а самая настоящая принцесса из сказки. И пусть весь мир подождет, пока ты кружишься в танце. Мы проводим балы абсолютно такие же, как были несколько веков назад. У нас они проходят каждый год после или перед Новым годом. Мы превращаем обычных девушек, которые также ходят на работу, также учатся в школе, в принцесс. Сказка живет в каждом из нас. Но только дети верят в чудеса, а вот взрослые про них забывают. Поэтому свою сказку они прячут далеко-далеко в душе. И она там спит до поры до времени. Я очень давно хотела заниматься бальными танцами. Буквально с детства мечтала, что когда-то попаду на бал. И исполнится моя давняя-давняя мечта. И учаясь на первом курсе колледжа культуры, мне посчастливилось как раз попасть в бальную компанию и валы паруса. Балы для того и проводятся, чтобы каждый смог поверить чудо и разбудить свою сказку. Мне очень нравится смотреть, как танцуют учиться, как танцевать надо правильно. Я их всегда с нетерпением жду. Раньше я ходила в качестве поддержки для своей дочери, которая 10 лет занималась бальными танцами. В том я решила сама учиться танцевать. Колонный зал дома коммерческого собрания превратился в дворцовый. Чарующие звуки скрипки унесли гостей в неведомые дали. А распорядитель бала уже в который раз объявляет белый вальс. Кстати, первый бал дан в конце 14 века во Франции, по случаю свадьбы Карла VI и Изабеллы Баварской. А в России балы появились во времена Петра I. Царь наш был, тот еще танцор. Друзья, мы давайте вспомним знаменитый роман Два Толстого Анны Каренина. Помните, когда Анна в своем знаменитом черном платье появляется на балу, и танец-танец танцует с уронским... Современные балы уже не похожи на царские, но это то место, где девушки превращаются в принцесс, а юноши в прекрасных принцев. Большие короли, даже маленькие, должны всегда ездить на бал, чтобы научиться танцевать вальс. Сказка кружится вместе с парами танцующих, пока часы не пробьют в полночь. Анна Копян, Георгий Киселев, Связки Юниор.